Всем привет, с вами Ирин. Сегодня мы с вами разберем фразы из видео «Почему не надо летать на лоукостерах». Если вы его не видели, ссылка на него в описании. Первое, на что я хочу обратить внимание, довольно простая вещь, но эту ошибку делаю довольно часто. Вопрос. Как перевести на английский слово «сесть»? Если вы ответили «сид», то вы не правы. «Сид» — это сидеть. «Сесть» — это «сид down». В общем, я зашел в самолет и сел. «И сел», пристегнулся. «Она садится рядом со мной». Второе слово, которое используется достаточно часто — это глагол «move». Основные значения у него — это «двигать» или «двигаться». Но он используется в очень широком значении, поэтому его можно переводить и как «переместиться», и как «пересесть». Поэтому, если у вас есть добровольцы, желающие переместиться в заднюю часть самолета, мы были бы чрезвычайно благодарны. Спасибо! Поэтому я немедленно переместился в конец самолета. «И я смотрю вперед, и больше никто не пересел». «Никто не пересел». «И так никто не пересаживается». «И спасибо огромное за то, что пересели». Слово «move» также есть значение в качестве существительного. Кто первый напишет его в комментариях, тот попадет в следующее видео. Далее берем словосочетание «the back of the plane». Останавливаться на слове «back» не будем, потому что мы его подробно разбирали в восьмой серии «марафон Рик и Морти». «Back» как существительное — это спина и вообще все, что относится к задней части объекта, например, спинка-стул. А само словосочетание значит «хвост самолета». «Поэтому если у вас есть добровольцы, желающие переместиться в заднюю часть самолета». «Поэтому я немедленно переместился в конец самолета». «И несколько минут спустя я вижу, что Джанис начинает ковылять в сторону хвоста самолета». Если мы уберем слово «самолет», то это, естественно, будет значить просто «задняя часть». Хотя это уже зависит от самого существительного. И последнее на сегодня — это словосочетание. «Weight Distribution Issue». «Проблемы с распределением веса». «Weight Distribution Issue». «Проблемы с распределением веса». Со словами «weight» и «issue» все понятно. А над словом «distribution» я бы хотел поиздеваться. «Distribution» значит «распределение». Глагольная форма будет, соответственно, «distribute». И если присоединить к нему суффикс профессии «or», то мы получим слово «distributor». Или на русский манер «distributor». Хотя если его все-таки перевести, то значит он будет «распределитель» или «распространитель». На сегодня все. Не забудьте посмотреть оригинальные видео, подписывайтесь на канал, делите видео с друзьями, пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть следующих видео. «Видимся».